Сейчас вы увидите ролик фильма Человек-паук вдали от дома, но если вы не видели Мстители Финал, остановитесь, потому что в ролике много серьезных спойлеров. Ну а если видели, приятного просмотра. Куда не пойду, всюду вижу его. Мне его не хватает. Знаю, мне тоже. Вряд ли Тони решился бы на такое, не будь он уверен, что ты продолжишь его дело. Ты станешь новым железным человеком. Встал бы, да некогда, за всю полицию отдуваюсь. Ты че? Да шучу я. Успехов в работе, ну а я на каникулы в Европу. Ответь, это Ник Фьюри. Не хочу я говорить с Ником Фьюри. Нет, ответь. Зачем? Иначе говорить с ним придется мне, а я не горю желанием... Ах так, Ника Фьюри на автоответчик? Все, я ушел. Ты не сможешь убежать от Ника Фьюри. Привет, Ботанам. Привет. Как раз обсуждаем поездку. Я на пьяццо Сан-Маркет. Похоже, я и правда ей нравлюсь. Помню, как я в первый раз любил себя. С тобой очень сложно связаться, Человек-паук. Это мистер Бек. Моему миру нужны такие, как ты. Твоему миру? Он с Земли, но не с нашей. Щелчок проделал брешь в измерении. Вы из параллельной вселенной? Есть работенка. Отказ не принимается. Неужели больше никого не нашлось? Тор, например? Недоступен. Капитан Марвел? Нет связи. Я просто дружелюбный сосед с... Да ладно, ты же в космосе был. Чего же ты хочешь, Питер? Гулять по Венеции с любимой девушкой. Рассказать ей, что я чувствую. Энджей, я... Человек-паук? Нет. С чего ты взяла? Да вроде... Это и так понятно. Возможно, ты не готов. Но это мой священный долг. Спасение мира требует жертв. Человеческих тоже. О, Боже. Я постоянно подвергаю друзей опасности. Миру нужен новый железный человек. Решай. Ты с нами? Человек-паук. Вдали от дома. Так, я за вами. В темпе, в самолет. А вы кто? Я Человека-паука. Работаете на пауках? Я работаю вместе с пауком, а не на пауках. Новый план! Итак, всем привет, дорогие друзья. У микрофона я, Тутен Пау. Давно мы с вами не делали обзоров на фильмы. Да и в принципе, проектов нормальных, больших не было. Конечно же, у этого Человека-паука уже был первый трейлер. Но он, правда, многого в себе и не нес, поэтому обозревать его не было смысла. Я решил обозревать именно вторую часть, и что же мы в ней видим. Так, ну это вот у нас тут спойлеры, потому что в ролике много серьезных спойлеров. Ну а если видели, приятного просмотра. Так, ну вот смотрите. Куда не пойду, всюду вижу его. Вот что он говорит. Это событие из Мстителей Финал, когда наш Тони Старк все-таки пожертвовал собой ради всех. В принципе, у него, кстати, был выбор остаться своей семьей или пожертвовать шансом вернуть всем свои семьи. И Тони Старк решил то, что лучше я, если есть шанс, попробую им воспользоваться. И помог сделать эту машину времени, так сказать, в Мстителях Финал. Ну и потом все-таки, к сожалению, Танос опять стал мешать. И Железному Человеку пришлось пожертвовать собой, чтобы сделать правильный щелчок и все вернуть в круги своя. Мне его не хватает. Знаю, мне тоже. Вряд ли Тони решился бы на такое. Не будь он уверен, что ты продолжишь его дело. Я желаю на то, что Питер Паркер все-таки не может быть нашим преодолением. С Тони Старка. Ты станешь новым Железным Человеком. Стал бы, да некогда, за всю полицию отдуваюсь. Ты че? Да шучу я. Успехов в работе. Ну а я на каникулы в Европу. Ответь. Это Ник Фьюри. А еще вот он в Деке, видите, Ник Фьюри. Иначе говорить с ним придется мне, а я не говорю желанием... Ах так, Ника Фьюри на автоотвече? Ты не сможешь убежать от Ника Фьюри. Привет, ботанам. Привет. Как раз обсуждаем поездку. Я на пьяццо Сан-Маркер. Похоже, я и правда и нравлюсь. Помню, как я в первый раз любишь. А вот и Ник Фьюри. С тобой очень сложно связаться, Человек-паук. Короче, серьезно. Это Мистер Беккер. Вот, кстати, вот этот момент очень интересен тем, что вроде бы даже в детских мультфильмах 90-х, конечно же, которые я смотрел, куда же без них. Мистерио, он был врагом Человека-паука. Почему он тут заодно с ним, этого мне не понять пока. Или, может быть, это, так сказать, пока они вместе, а потом, может быть, они поссорятся, ну, так мягко скажем, и будут враждовать. Миру нужны такие, как ты. Твоему миру? Он с земли, но не с нашей. Щелчок проделал брешь в измерении. Щелчок проделал брешь в измерении, когда Тони Старк сделал щелчок и возродил семью. Ну и... И, в принципе, у нас Халк... Я просто, сорян, забыл имя его. Человек, короче, смотрел эти измерения, там, если камень хоть один что-то выйдет из-под контроля, то всё, там, пойдёт другая временная линия, и там, с другими тёмными сторонами, и с другим светом, короче... Будет жопа, так сказать... Вы из параллельной вселенной? Есть работёнка. Отказ не принимается. Неужели больше никого не нашлось? Дор, например? Какие-то вот непонятные, я не знаю. Пуки, воды, огняшки. Я просто дружелюбный сосед, сэр. Да ладно, ты же в космосе был. Чего же ты хочешь, Питер? Гулять по Венеции с любимой девушкой. Рассказать ей, что я чувствую. Энджей, я... Человек-паук? Нет, с чего ты взяла? Да вроде, это и так понятно. Возможно, ты не готов, но это мой священный долг. Спасение мира требует жертв. Священный долг. Человеческий душ. О, Боже. Я постоянно подвергаю друзей опасности. Миру нужен новый Железный Человек. Решай, ты с нами? Опять вся ссылка на Железного Человека. Кстати, если кто... Человек-паук. Вдаля отток. ...смотрел. Если кто смотрел Мстители Финал, там в конце, когда идёт заставка Мстители Финал, вот слышен звук молота. И этот звук молота, короче, был, когда Тони Старк собирал свой первый Железный Костюм. Короче, вот такая отсылка, то, что Тони Старк как будто начал линию вселенной Марвел, так и закончил её. Он начал, он её и закончил. И начинаются новые линии Марвел, новые фильмы. Ну, короче, вот такая тоже вам отсылочка. Ну ладно, дорогие друзья, с вами был Тутэм Паут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, это видео вам понравилось. В последнее время что-то... Ой, просмотр меня не сильно радует, если чё. Ну вот стараюсь. Не смотрят почти, вот мои прохождения всякие. Ну ладно, не суть. Надеюсь, если ты на моём канале сейчас присутствуешь, то ты обязательно глянешь ещё ролики. Потому что всё-таки, ну как сказать, контент же. Ну ладно, дорогие друзья, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok